Так презентация аппарата Раифа. Сейчас будем смотреть сам аппарат, как он выглядит. Здесь у него получается два электрона и один электрод еще идет. Также на ноги. Так, сейчас мы его включили. У нас еще работает осциллограф. Ну, это все частоты, они тестировались. Так, ну сейчас он у нас подключен. Сейчас выбирается программа, к примеру. Вот, ну, да. Вот так вот. Вот так вот. Ну, это не надо. Вот так вот. Так. Так вот. ну сейчас он у нас запущен здесь идет регуляции мощность используем один электрод и на ноги там красная стрелочка показывает чистоту но на это чистота переходит плавненько их через 15-25 секунд на 30 секунд сейчас установлено там можно выставить сколько угодно там минуты там прочее просто по надобности выставляешь уходим с 2 400 на 2 112 выставляем форму сигнала какую надо синус меандр треугольник синус это случай когда надо нам скажем поправить сердечный ритм до или там поддержку печени до сотворить доставим синус если у нас надо убить какого-нибудь патогена типа там стафилококка стрептококка паразита какого-нибудь тогда ставим меандр потому что он для них убийственные до синусом мягкая частота он для поддержки чего-то ну тут и выбираешь вот форма волны да здесь есть на английском данный момент стоит меандр что мы видим зеленая грехня частота вообще ребята пора ударить по беспределу фармацевт врачебному беспределу который нас объектом своего бизнеса творят хотят вижать постоянными клиентами заделать что мы платили не увеличивать а только подлечить чтобы опять приходил что приходил больше что платил опять и опять и никогда не был здоровым надо чтобы прекратить вот и ударим частотами райфа по беспределу по беспределу форматического бизнеса да 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 поэтому всего-то электричество которое тут почти все ничего не стоит да не тратим мы получаем эффект куда более и нам не надо платить и мы здоровы при этом здесь вот только что было видно как меняется частота на да это так чувствуется руках на ногах хотя там вольт авто никаких нет в общем 12 вольт да ну частоту чувствуешь если скажем поставим частоту ну виде сигнал в виде синуса тут ничего не чувствуешь практически вообще ничего потому что вольт авто нет а вот меандр он с острыми концами и он как раз то является убийцей наших нет ну наших патогенов да сейчас он перешел уже на 732 800 до он постоянно меняется вот здесь видно да вот там где желтенький там уже прошел путь тут мы добавляем убираем да вот скажем я убираю сейчас да скажем хочу я какую-то другую частоту могу выйти из этой потом смотрим вот ну вот гепатиты например да многих мучает очень неприятная вещь хелико вот смотрите хелико ага гастрит но это очень серьезный да это в основном у людей за то что они очень неправильно питаются это очень но это не питание это иммунитет больше гастрит вызывает конкретные бактерии это называется хелико бактерии питание там тоже конечно это все то что сейчас магазинах продается это конечно в пищу даже на западе были тесты 90 процентов то что продается в магазинах питание использовать в обходе за хелико да если видно оттуда так шанс я притягиваю да вот они хелико потом смотрим тут дальше гепатиты cc 1 обе смотрит герпесы герпесы да они очень герпесов много-много симплекс это герпесы которые у нас на губе выскакивает ну а есть еще эти другие герпесы ну герпес зостер например это открыты от ветрянки еще до их тоже несколько видов их они сажают нас и нашим учит грузит на создание наш организм серьезно так ну поставим что-нибудь из нам и найденного где-то билет и ну ладно папа логинский папа лошадь то есть в общем тут где 1200 разных вот хелико вот не нажали на них у нас появились частоты мы загрузили буфер открыли буфер выставили время здесь стоит время 55 минут но нам ступа не надо их нибудь там пять с половиной минут сколько даем двухсторонний сигнал всего-то это так и хватает потом смотрим у нас сквайр да меандер здесь не можем синус выставить до сына здесь есть треугольники разновидности немного острота сигнала вот тут хамминг ну это такой острый ударчик но он для патогенов бред более вредный чем там нельзя мягкий ставить лук загрузку нажимаем вот она пошла вот она идет опять таки уровень набираем то есть мы как бы сейчас уже бьем попал этому наглому хамскому бизнесу который в наши дни раз как большинство роли объект объект заработка становится объектом заработка очень-очень просто по факту круча крутя потенциона это же мы сейчас бьем по международной мафии фарма индустрии вот вот эти сигналы вот эти острые края особо и больно этот бизнес конечно он сейчас если советское время аптека была одна на 1 район то что с каждом магазине аптека продается питание плюс что на эти лекарства которые вообще толку никакого ну да лечит симптоматику практически не болезнь просто при многих заболеваниях есть боли там суставах есть боли в горле и так далее вот выписывается лекарство против боли и же нет у вас же меньше болит значит у вас лучше но не лечит саму само заболевание симптоматику так мы сейчас даже какие-то были исследования практически 80 процентов или 90 лекарств которые практически вот только симптоматику так она есть и при том они стоят такие деньги лечит она с антибиотики когда-то их и выписывали в случае заболевания сейчас нет нет только симптоматика пусть ну и антибиотики кстати ничего не стоит они дешевые эти препараты для симптоматики они что-то очень дорогие там внутри ничего нету такого ну просто понятно у кого-то от это очень хорошо доживется очень богато и покупается да там самолет это не по барабану есть яхты нет я но потому что ну ну не ну ты прикинь вот у нас у нас достало это упадь по подъедешь к этому улайн-фарму да там такие машины стоят со 200000 евро без проблем стоит очень дорогие да ну пусть катается хоть на дорогих хоть на жигулях старый ну достало то что каждая походка врачу стоит там очень дорого вам тебя выписывает рецепт почему-то на следующий раз ты опять что получить рецепт должен к нему записаться заплатить за прием он тебе просто выпишет рецепт он же за первый раз мог тебя выписать столько сколько надо ну так нельзя надо все повторно по полной и так далее и так далее ну вот так так что надо бить надо до острыми сигналами в 3 мера я сам пришла свою фото гена вот автор этого всего доктора и дважды номинирован нобелевской премии но он был человек который родился раньше своего времени он был очень нелюбим в научном мире хоть у него много очень изобретений но его судьба где-то похожа на судьбу теслы не хотели его никогда признать поскольку опередил время слишком ну и закончилось все что его лабораторию сожгли и самого избили настолько сильно что он скоро и помер это после того как он судился и выиграл с американская с американским обществом врачей предводительством никого морисона который после того как проиграл суд поклялся но если не так то по-другому как-нибудь но мы с ним справимся с ним ну то есть они не хотели потерять своих клиентов у них не нужны здоровые люди которые не болеют них нужны больные хронические особенно что пациент так сказать на всю жизнь клиента есть а не пациент привязать его его кошелек на всю жизнь на это это шанс убрал тут ну в общем таким образом да мы подвод под боку нажимаем на боку у нас выпрыгивает все заболевания примеру мы сейчас мы берем так сейчас тут сейчас мы берем учага гора вот тут аденовирус например да и прочее их очень много давайте сейчас просмотрим на букву на буква что у нас на букву б пройдемся ну то же самое посмотри посмотреть трудно будет видите просто хорошо это очень хорошо видно на цель вот на цель букву вот канцеры огромное количество канцеров это раки да это раки по ракам надо быть квадратным сигналом то есть меандром на боку c так на цели на d ну и так далее по альфа виду идем находим знаю диагноз находим патоген или например вот скажем барахлит сердце чё-то не так это буква аж ферда вот она пишем это сердце у нас вот для сердца скажем такое 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 если просто неизвестно что со сердцем вот генерал мы берем генерал генеральский вариант загружаем а тут немного частот интересно она очень эффективно это это райфу было понятно и он увеличивал ну больше чем кто-либо когда на поэтому он и был ненужный нужный человек это как человек который не стал продавать автомобильные шины которые никогда не изнашивается но недавно уже разработаны к примеру на там опять-таки нажимаем загрузка а стоп делаем например вот это лечение они не убиваем патогенах лечим ставим форма сигнала синус да запускаем вот у нас пошел свинус вот его видно на экране перейдет 20 герц вот мы делаем то есть силу сколько сидел должен быть сигнал просто по ощущениям да ну правда синус не чувствуешь когда там нет острова этого удара но главное вот при всем должна проходить вообще-то какое-то обследование у врача и знать какие конечно и заболевания так да если известно диагноз известен то не проблема набираешь нужно запускаешь и где-то в день по 12-15 минут все ну это можно утром и вечером делать он же потом ну смотря хоть что за заболевание вот у кого гепатит мощный я знаю кто увеличивался ну по 40 минут в день ну то есть мощный гепатит c до 40 минут два раза день чувак сидел потому что жить хотел свежить хотел как у него получилось вообще на 10 день говорит я поднимался на четвертый этаж и у меня была сильная отдышка до через 10 дней я забегаю на 4 этаж и у меня вообще нет никакой как будто и я не бежал на 4 этаж а как он лекарства какие-то вообще-то из из использовал как использовал использовал в конце концов прошел еще инфекционной больнице курс лечения его здоров но было у него то что у него все показатели стали такие очень нормальные на вирус он носил он райфом пользовался и он пользовался другой программой которая была написана сон форже не были все нужные частоты вот у матери был то есть может и и он вылечил может быть не вылечил но то что у него очень большой прогресс был заболевание стало куда меньше и потом проходя инфекционной больнице курс лечения то у него там все быстро исчезло вообще у моей матери был рак груди и он имел три отростка этот рак после обследования и она два месяца пользовалась частотой тоже еще самодельная на сон форже написанной и когда сделали операцию был просто круглый рак которого вырезали без без единого отростка ну да когда делали там сканировали рентген там прочее тогда у него показывали три ответвления и больше не было этих определений это удивительно до за два месяца это конечно но она тоже сидела два раза в день по 35 минут ну если бы тогда тогда не было все частоты у нее было применим на одна частота оказывается принципе но комбинации частот тогда это эффективно да это эффективнее ну вот скажем вот для сердца вот так ставим синус там и для печени такая же программа есть и там для почек и прочее женщины вот болеет вирус папиллом муж для мужчине афобиона там ну не опасен вот он тоже их поле кто увеличивается лекарствами вообще в общем принципиально определение умереть а какие вообще были вот эти но показания он по времени сколько вот они папиллом из вируса сколько он два месяца и все здоровы неважно мужчина женщина никакого папиллом из вируса и больше не нашли никогда и при повторных анализов не нашли он уже женщина вызывает рак груди и рак шейки матки но они как использовали не использовали раз в день на по 15 минут или два раза в день по моему они раз день пользовались по 15 где-то минут два месяца и никакого мужик у которого был папиллом из вируса имеет несколько разновидностей у него было папиллом она почка которая вот и он не мог вылечить эти почки поскольку давление у него все время от больных почек было лет десять за два месяца он вылечил полностью увеличил и но это конечно результат серьезный почки порядке а что что-то говорят те же самые ну официальная медицина они это умалчивают вообще-то такой официальная медицина вроде бы так они не отрезают это сертифицированный европе метод в германии это дорого просто один сеанс 90 евре евре к стоит ну я лично это не видел но мне говорил вот тот у которого билла били эти почки больные его сестра в германии работает врачом 15 лет и он с ней перед тем как начинать проконсультировался что это такое вот она ему объяснила да есть такой метод но дорого у нас стоит я еще знаю что белоруссии с большими с большими с большим эффектом применяется в больнице эта система белоруссии именно а у них те же самые частоты или в принципе как то они там отключаются нет те же самые частоты эти все не может быть там других частот поскольку у патогена есть конкретная его ему опасная частота потому смысл другую частоту пускать никакой надо вот этой конкретной частотой его и забить ну принципе белорус используют и те же самые на руси которые но райфа это метод райфа продолжитель была кларка которая есть сейчас ее сын но они продолжают в америке они не могут потому что после того как райф скончался там эту клар посадили она там отказалась в суде что там свидетельствовать против него и закончилось все том что она уехала в южную америку и там открыла лабораторию и сейчас ее сын в принципе все частоты идет еще от райфа потом что-то добавила находила кларка вместе со сыном да вот и они неизменны находили их так как у райфа был очень конкретный микроскоп в наших днях так нет нельзя увидеть микроскопе предмет который меньше длины волны света по размерам поэтому райфа пускал два ультрафиолет разной длины получал промежуточную частоту в которой высвечивался живой вирус и он мог под стеклышком видеть как он шевелится двигается и вот тогда райф пускал через через этот через вирус да этот сигнал и находил для каждого убийственную частоту но потом когда сожгли его лабораторию такой микроскоп больше никогда не построен нету такого есть электронные микроскопы там они электронный поток убивает моментально же любую бактерию и вирус который там поставить ну вообще нам не шевелится ну ну лабораторный методом просто позже продолжали имея пробирку с патогеном ты можешь определить просто пускай разные частоты они перестают множиться если это вирус если бактерии видно микроскопы если вирусы они слишком маленькие они продолжают расти или все померли все так получается что прошло сколько сколько лет прошло уже после убийства райфа семьдесят втором году не убили он помнит его избили но это тоже спорта ну да то же самое так получается что он вот эти все частоты вычислил благодаря своему микроскопу да и сейчас такой уже создать просто ну при не получается или официально его но мне строить такой но он белу это было большое устройство там было где-то около 6500 деталей да это он должен был выделить промежуток есть в радиотехнике такое понятие промежуточная частота она во всех радиоприемниках там используется так далее он использовал выделял промежуточную частоту из ультрафиолета потому что ультрафиолета длина волны там меньше чем вирус по размерам ну мы не видим ультрафиолет он смешивал два луча ультрафиолета которые перекрестились видимо прямо на этом патогене и таким образом выделил промежуточную частоту которая в нашем видном спектре уже и получил очень четко и ясное цветное изображение ну как он именно вот до точности да его в общем то не зря конечно два раза выдвинули на многое да ну выдвинуть и но не дали им ни раз потому что в принципе он не нравился научному миру своими такими но там изобретений разных сильно много и как правило они выделялись они не своевременно были они раньше но они были опасны скажем те же самые индустрии которая в принципе сейчас вот делали огромные деньги просто на незнание людей да но если шоу тоже продолжение этого же райфа там генерируется уже радио частотой начиная где-то 180 килогерц до 700 килогерц когда можно генерируя эту частоту и пропускает через это это не просто там надо высокая частота во-первых по поверхности только перемешается она не заходит внутрь ничего поэтому надо и добавить низкую частоту которая там внутрь зайдет все-таки неся с собой высокую при этом вот для целей для объекта который должен получить это ему надо придать потенциал еще до относительно этой же частоты чтобы она стремилась туда ну можно но есть такой образец построенный пока в одном экземпляре который надо дорабатывать но это возможно но это технически сложно как получается вот те же самые скажем в интернете что там продают какие-то вот китайцы что-то там производят там вот есть какие-то аппаратики у них там продаются да что-то там по техническим данным что-то было полтора или два вольта на стороне импульсом пользуются вот расскажи вот про это с чем это связано и чем твой аппарат отличается от их них аппаратов да да не знаю почему но кларка пишет что надо пользоваться односторонним импульсом да но на односторонний импульс мы можем давать мало мало напряжения потому что иначе возникнет ток который вызовет электролиз то есть всегда односторонний импульс также вызывает электролиз электролиз вредный во первых физически неприятно что вот будет ощущение что обжигает руки там ноги где-то тогда если мы дадим побольше мощности на электролиз это когда у нас в организме начинает появляться там хлор и водород до соль которая на у нас крови начинает разлагаться да и гидрокисть натрия это все вредно это нельзя поэтому кларки указывает там два три вольта все больше нельзя но эти два три вольта не убивает патогена это слишком мало я не знаю почему не пользуется двухсторонним импульсом двухсторонним импульсом не надо сидеть 40 там 50 минут в день там хватает 5-6 минут просто ты можешь дать мощность достаточную чтобы она убивала патогенов и то же самое время двухсторонний импульс он не вызывает никакой электролиз не физик школьный курс все знаем что постоянка вызывает электролиз ну переменка которая у нас в сети и она не вызывает потому что верхняя полуволна положительная нижняя полуволна отрицательная на этом все да надо чтоб они били в одной стороне всегда был плюс другой минус тогда начинается электролиз если у нас импульсный сигнал идет то у нас снизу всегда минус и сверху всегда появляется плюс в момент импульса импульс закончился тишина опять появился плюс и он вызывает электролиз тоже похожий как постоянный ток сейчас и даже воду очищают с помощью электролиза есть такие аппаратики которые там разделяют две емкости одна живая другая мертвая вода и принципе там она вот именно пахнет хлором да вот там не живая пахнет хлором потому что там тоже соли были разбиты на составляющие и так пользуясь двухсторонним мы избегаем электролиза и можем то есть можем дать больше мощности при этом и получить то есть нельзя маленьким камушком разбить окно можно кидать 100-200 раз маленьким камушком окно все это будет порядке ну если хочешь выбить окно надо брать камушек побольше то же самое и с патогеном если ты его хочешь убить если ты его маленьким молоточком стукаешь но у него больно но не помирает возьмешь побольше молоточек ну стукнешь один раз все больше не надо а вот расскажи про свой аппарат скажем как и какие у него технические характеристики какое что он выдает какой у него твой вольтаж на то что мы видели то он и выдает рабочая рабочая на круга 12 я просто у владимира его попробовал ну может он произвести частоты все нужные и нужные ну вот вольтаж да вот здесь здесь стоит вот этот потенциометр на который ты крутил там принципе вольтаж у него какой шанс вот пример ну если вот и нам вир g6 и все на на больше не надо частота частота убивает вот тогда я принципе можно ставить и меньше вольтаж или все-таки камеру можно меньше ну тогда будет коксу поменьше можно больше ставить кокса будет больше в принципе тут не важен вольтаж вот тут Есть потенциометр, его крутишь, кока чувствуешь, колбасит. Могу еще больше, сделаешь больше, о, вов, сейчас хорошо колбасит. Ну, в общем, это и есть то, что убьет патогена, и каждый, ну, сам, как ему комфортно. Но есть такое, что здесь просто можно этот кокс давать много, а с односторонним импульсом нельзя много, начинается электролиз, и он сразу неприятен. Моментально его чувствуют. Ну, он опасен тоже, в принципе, ну, как бы, ну, нежелателен, нежелателен. Что нежелателен? Односторонний импульс. Ну, ему нельзя, да, он вызывает электролиз. Все. Это опасное явление для организма. Если оно там, ну, 2-3 вольта, конечно, он там мизерный, и ничего такого не будет, ну, и патогенов не побьет особо. Ну, слишком малая напруга, она какой-то ток там должен бить, да, в общем-то. Совсем абсолютно без толка, ну, не побьется ничего, да. Ну, не можем маленьким, маленьким камушком бибить окно. Ну, это, получается, у тебя, получается, универсальная такая разработка, да, которая, в принципе, в мире нигде и шла. Чем у них есть в мире, есть. Будет у меня другая немного, та, та будет иная, да. Да, вот такой нету. Ну, так, ну, снаружи-то отличаться не будет. Ну, да, что внутри, главное, что внутри. Там будет использоваться ток немного иной природы. Ну, и он ток, который не имеет средней точки, он похож на студий, на что-то такое. Он очень активно входит в взаимодействие со всем, что соответствует его частоте. Настолько активно, что он вызывает резонансные явления с обычными потребителями, если так. Ну, и его там, видимо, надо будет сильно меньше, потому что он очень активен. Если кто-то попадется на пути такого разъяренного тока, под какого-нибудь фармацевта на его пути. Да, это фармацевты, они, конечно, просто... Или врача нечистого нарук, и задать там побольше. Ай-яй-яй, как будет жарко, как станет. Ну, в целом-то я как бы все рассказал, да, что... Основные вопросы я ответил. Да, еще такой момент, в принципе, вот, скажем, какие вот есть техника безопасности, работа с этим аппаратом. Потому что это очень, ну, как бы, такой... Вроде все здесь очень просто, и, как бы, ну, такие вопросы тоже могут быть заданы. Вот такая техника безопасности. Техника безопасности. Все то же самое, что при пользовании бытовыми электроприборами. То есть... Водой не поливая. Да, не надо поливать водой, не надо пользоваться феном, когда вы моете с ванью, да. Ну, и похожие случаи. Похожие. Так как, ничего другого, в общем-то. Так, и сколько там получается частот в этом программе, которую мы вначале посмотрели? Я не считал, но где-то 1200 вообще-то. Ну, а в каждой... Для каждого заболевания там, ну, довольно-таки по-разному. Для некоторых случаев там 5 часток, для некоторых случаев по 20 частот. Да, смотря в чем. Ну, это получается весь альфа-бит. Альфа-бит, да? Ну, да. Под буквой стоит заболевание, которое начинается с этой буквы. Ну, может быть, сейчас пройдемся быстренько по всем... По всем мы не сможем, 1200. Ну, это получается, ну, как, буква А, Б, С, Д, Э и так далее. Ну, вот, и нажимаем, и уже нажимаем. Вот нажимаем на А. Вот у нас идет список, ну... Вот на А, но он длинный, длинный очень. Как бы такие основные... На Буку Б длинный, а тут практически все заболевания, которые... На Буку Б... Ну, тут... Я не знаю всех это, тут очень много их даже. Тут есть заболевания, которые, ну, не часто встречаются. Ну, понятно, есть все заболевания, которые часто встречаются. Ну, да, основные... Вот для Эколы, например, раз, два, три, четыре, пять. Ну, нажимаем на любую из них. Ага, для Эколы, смотрите, сколько частот, комбинация их сразу готова, да? Ну, тут... Ну, тут... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, 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 шестьнадцать, 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 семьдесят-ementашень recognizing their brain anxiety 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 connaest cellular airhos. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 частот для Эколы, да? Я думаю, что название такое еще может быть поизучать. Ну, тут есть Экзема, например. Но Экзема — это не паразит, это организм надо поправить. Нажимаем на Экзем. У экземы всего-то три частоты, но ими тогда надо пользоваться синусом, энцефалитис, а это очень опасно, для энцефалита одна частота, эндокрины, ой тут много, но эндокрины это такая программа, которая будет влиять на железы наши, да, для, ну, для, как сказать, поправить их работу, тут еще какая-то, вот, 686, 409, а энтеровирус, а, энтеровирус, он, он злобный вирус, и энтеровирусы есть у всех у нас в организме. Ну, здесь это очень много, там, даже не будем считать, там, больше 30, больше 30, явно, да, ну, и так далее, ну, по всему, то есть, вот, нажимаем, их много, ну, тут получаем сразу же плиту, комбинацию, да. Ну, хорошо, замечательно было, очень интересно, если у людей будет еще вопросы, мы это все запишем, и потом снимем, снимем еще один видео по, так что, сейчас у нас идет по, что мы сейчас взяли, ну, я просто там включил, а, ну, любую, да, ну, так, то есть, их там очень много, и пользоваться очень просто, ничего такого сложного нет. Ну, главное, надо иметь компьютер, даже переносной. Да, не важно какой. А, те же самые телефоны, телефон можно использовать? Ну, MP3 можно использовать, да. Если в телефоне есть и MP3, то можно. Ну, это замечательно, потому что не всегда, что ты будешь с собой компьютер таскать, да, а так, вот, телефончики сейчас уже у всех, и с фотоаппаратами, и с видео, там, это все уже есть. И MP3, там, да. Можно, конечно. Объем, скажем, той же самой программы. Ну, да, ну... Сколько там гигабайт получается? Как-то смотрел? Ну, я не смотрел. Ну, небольшое. Нет, ну, это немного. Ну, 4-5 гига больше там не будет. Не знаю, я просто не смотрел. Да, потому что, ну, как бы, ну, это же не видеоформат, он должен быть очень маленький. В MP3 формате, да. Ну, это очень замечательно, что есть такие люди у нас в мире, которые, вообще-то, не только, как бы, ну, занимаются славоблудием, вот, все плохо, все сволочи, негодяи, а они еще занимаются, они еще что-то строят, что-то изучают, предлагают людям, сами, главное, что проверяют. Ты так понимаешь, что, Янис, ты сам вот это проверял на себя, на своих родственниках это все, да? Ну, я просто перенес грипп на ногах, и после чего стала воспалиться сердечная мышца, и так это шло несколько лет подряд, весна-осень, весна-осень, мучительно, должен к врачу, должен антибиотики, и потом прочитал про этот метод случайно. Ну, как прочитал, так быстренько сконструировал первый прибор, частоты можно было в компьютере, в общем, нарисовать, в звуковой программе Саундфорджа. Так вот. Да, у тебя аппарат тоже вот здесь есть, осциллограф, там, в принципе, только... Он сейчас не нужен. От пяти минут до двух часов. Ну, не маленького роста, мне же по два метра, прикинь. Пока там только пройдет это время. Вот пьется, как березовый сок по весне, да? Насморк. Пять-шесть минут, и все. И просто его больше нет. Насморка я сам на себе проверил, это, в принципе, очень хорошо работает, это да. Это удивительно. И также любой орган, который воспаленный, просто точно так же. Ну, к примеру, вот был такой... И воспаленный зуб, да? Вот насчет зубов, потому что там... Вот воспалился зуб. Это очень важно. Потому что... Прикладываешь, вот конкретное место, которое воспалилось, держишь там пять-шесть минут, ну и покручиваешь, сколько надо, да? Ну, да, вот это. Сколько чувствуешь, да? А зубное воспаление всегда вызывает, как правило, стрептококи чаще всего. Ставишь там стрептокок, генеральный стрептокок, не надо там углубляться именно в какой, будет достаточно сильный сигнал, чтобы всех их убить. Или предстательная железа. А вот это очень серьезно, потому что, ну, тем более мужчины, они, ну, в основном работают, трудятся в таких местах, где они простужаются, и... Предстательная железа. Ставишь, один из электродов берешь, ставишь просто под голову и в задницу. Ну да, это не обязательно все ставить, мы не будем. И берешь второй электрод в руки, тут даешь коксус, сколько надо. Экспресс вылечивание, есть для предстательной железы. Экспресс вылечивание предстательной железы. Этот электрод ставишь между ног, а второй электрод, вот этот, прижимаешь вот тут. Ну, сзади, да. Чуть-чуть ниже поясницы. Вот так. А этот ставишь между ног. Тогда получается экспресс вылечивание. Ну, это, правда, слезы в глазах. Конечно. Ну, это для таких экстремалов, которые... Ну, это-то нечего, буквально моментально, да. Каждая пять минут, вот так же и можно предстательную железу. Только коксу надо много дать, просто сразу много коксу надо дать. И он вообще-то, у него же простатит у Владимира, он же рассказывал, да? Ходил. И четыре раза он что-то там ночью ходил, а сейчас он вообще-то вообще уже, как бы, ночью не присыпается. Он говорит, что больше не ходит по ночью. Не надо. Ну, он там месяц занимался. Ну, у него запущен этот простатит у него. Ну, у него говорили, операцию надо делать. Ну, так он говорил, мне рассказывал, что ему говорили, и там уже все-все уже, уже вообще надо делать, или будет очень плохо. Ну, у него больше не надо ничего, конечно, делать. Ну, вот месяц. Ну, это тяжелый случай. Ну, он мне говорил, две недели, или я говорю, уже три прошло. Он говорит, разве три прошло? Я говорю, ну да, вроде бы три. Ну, в любом случае, это, в принципе, у него очень хорошо помогло. Я? Помогло, помогло. Вот это очень важно. Ну, и что такой момент, в принципе, вот насчет этих всех, скажем, вот зубной боли. Человек же не побежит ночью, правильно? Куда-то, какому-то зубному врачу. Ну, с зубным у меня, у самого было, что зуб очень болел. На работе у меня такой же прибор стоит, да, просто, чтобы он был в пользовании работников. И вот, в общем, у меня очень болит зуб. И я прикладываю вот такой же, да, и держу там пять минут. Когда я убираю электрод, у меня зуб все равно болит, но наполовину меньше. Наполовину. Но в течение пару часов он больше перестает. То есть он быстренько, через пару часов он больше не болит, вроде бы. Ну, все нормально, как бы, да. Ну, это так. Так у меня было, лично у меня. Ну, это, это очень, конечно, серьезно, потому что... Ну, приезжал как-то знакомый, у него челюсть-то пушая была, что-то у него там, не знаю, ну, там потом звонил по телефону на следующий день, что у него прошла челюсть и перестала болеть колено. У него электроды под пятки, вот такой он прикладывал к челюсти. Ну, через колено тоже протекал ток. Ну, он говорит, колено болело, болело 4 года уже, я привык к этому, что колено болит, и не обращал на это внимания. Ну, сегодня у меня и колено не болит. Ну, вот наш знакомый, да, там у него с этой проблемой шея была, да? А, ну, ну, да, эти проходят. Ну, он мне рассказывал, в принципе, я узнал от него про этот аппарат, вообще, что такое, как бы, есть, и он там, в принципе, как-то за один раз даже вот. Ну, так, если он дал коксу, то за один раз. Это, это, разница между односторонним и двухсторонним. Односторонним ты не можешь дать коксу. Не можешь. Сколько есть, столько он, сколько он выдает, выдает. Ну, если ты дашь коксу, у тебя электродиз начнется в организме сразу. Он, вряд ли, ну, да, то, что мы уже выяснили, да, что... Да, а на двухстороннем ты просто можешь дать коксу, экспресс, для чего не устроить. Ну, быстро, тебе надо куда-то очень серьезные дела, ты, в принципе, быстренько, потерь, пел 15 минут. Да, на одностороннем надо очень долго сидеть, там, ну, по 40 минут, это самый-самый минимум, одна частота, самый-самый минимум, 40-45 минут, иначе толку вообще не будет. А на двухстороннем, ты просто даешь больше кокса, и все, электродиза никакого, а патогены, ну, ты их забрасываешь не маленькими камушками, а ты хорошим, таким, серьезным сразу. Пулеметом капитальным. Вот, да, не то, что маленького камушка, может, у них неприятно, а у большого, так, окра, вместо не останется. А еще какие-то, были случаи, такие интересные, может, даже в разных случаях, смешные, может быть, даже казусы были, которые, ну, людям просто было бы интересно, потому что, ну, это все очень важно. Больше всех удивляет то, что насморк исчезает через 5 минут, вот, больше, почему-то, все этому очень удивляются, как было странно, что на самом деле он исчез, просто взял и исчез. То есть, если человек вообще заболел, и у него сильный насморк, то, типа, да, насморк исчез, там, в течение двух часов. А если он, в общем-то, здоров, но у него насморк, сильный, то насморк исчез через 5 минут. Да, ну, так, но это всех удивляет, как это, да, на самом деле, он исчез. Ну, ну, а так, как бы, все довольны. Есть такая вещь, у людей, у которых, скажем, за 50 лет, за время жизни, накопилось, очень много этих, вредных бактерий, там, вирусов, паразитов, и организм не очень-то на них обращает внимание, то есть, когда у нас, а, у меня, как лично, то есть, вот, когда у нас 20 лет, там, 25 лет, у нас их не очень-то много, у организма, да? Да и очень бодрый человек сам себя чувствует. Человек бодрый, да. Когда у нас, там, 50 лет, да, или более, тогда у нас их много, мы привыкли к этому, и нам кажется, нормально то, что, мы, мы, мы устаем быстрее, чем в молодости, да, нам же побольше отдохнуть надо, чем в молодости, да, ну, когда начинаешь прибором пользоваться, то, эти все убиваются, в первые дни, если вот, очень можно пользоваться так, в первые дни, вот, меня лично выбивало много поту, а, у кого-то, вот, у моей мамы было то, что, а, ей тошнило, первые 4 дня, но на пятый день, она говорила, у меня что-то, наступило какое-то ощущение счастья, ощущение счастья, и больше абсолютно не думал, у нее вот так, ведь рак был, да, я абсолютно не думал об этом, мне это, казалось, у меня было ощущение счастья, то есть, оказывается, вот, я убил своих патогенов, и оказывается, я опять могу бодро, много чего делать, и у меня не надо отдыхать, как вот, все время было, я, ну, с виду-то, не стал 20-летним, ну, энергии у меня, ну, может, не было, как у 20-летнего, ну, как у 30-летнего, скажем, вот она была, 20-летний разница, это серьезно, это было очень, это очень удивило, да, а как это так, да, вдруг я могу опять-таки бегать, там, делать, там, успевать, а как это, до сих пор ведь так не было, я уж, как бы, позабил, ну, да, было давно, прошло, уже не то, а тут оказывается, что можно, да. А еще такой момент, вот, сексуально-трансмиссивные заболевания, они сейчас очень, очень распространены, и что ты можешь вот сказать, насчет вот этого. их можно увеличить, точно так же, ну, ставишь один электрод, ну, то же самое, да, в принципе, да, чуть отличаются методики, некоторых случаях, ну, очень эффективно. Уреоплазмы, микоплазмы, микоплазмы, а вот эти занятия, то же самое, 10-15 занятий, ну, их можно увеличить за несколько дней, и не надо, если так же. Надо по ним быть, я вот смотрел эти частоты, да, там еще были секс-дисфункции, а что это вот означает, для чего это все? Ну, это, ну, я не пользовался, я после того, как после гриппа вылечил своих патогенов, у меня как-то так хорошо осталось, этой функции, что мне не надо было, просто, не надо мне было, я не пользовался, я думаю, секс-дисфункция, это там будет типа того, как поддержка печени, там поддержка сердца, и так далее, в общем, я пользовался этим, поддержка сердца, мне очень понравилась, так прекрасно, поддержка, не, даже не убивая, там, не патогена, стрептококк, стафилококк, или какого-то, кто мог там сидеть, их я уже, побил, да, а просто, каждый четвертый день, на 5 минут, поддержка сердца, то, что я уходил, вот если устал, в течение дня, вечером иду спать, и чувствую, как сердце работает, и это немного мешает, как-то, а так, иду спать, и не чувствую, как оно работает, оно так хорошо работает, что оно, все, каждый четвертый день, еще такой момент, в принципе, потенцию повышает, это очень, повышает у всех, будет очень интересно, повышает, будет интересно мужчинам, потому что, ну мужчинам, кому как, да, кому 50, кому 80, это все такое дело, потенцию повышает, офигеть, офигеть, ну а вот какие-то, ну то есть, то есть с утра, как солдат стоит, ну это, ну скажем, ну вот его сравниваешь, например, там 18 лет, и скажем, ну 58 лет, ну и 58 лет, это не тот возраст, когда надо попрощаться, да, с любовными делами, пользуешься, даже просто, когда подавил своих, основных паразитов, с утра уже стоит, как солдатик, каждый, ну как, ну это уже, как вот, это так, это просто организм освободился от части этой нагрузки, и у него легче, у организма, и он исполняет, и исполняет свою функцию, ну это очень важно, вот этот момент тоже, потому что, было очень приятно, Яне, что ты мне вот это все рассказал, я думаю, нашим зрителям будет это очень интересно, всем большое спасибо за внимание и успехов личной жизни и в труде.